значит здесь я его остановлю на время значит вот я хотел показать наша наш вот этот вот прием крепление блока к столу да вот на блок специально мы нарезали 4 ненужных резьбы монтажные отверстия где-то вот здесь вот на блоке да а вот эти вспомогательные отверстия мы специально просверлили для крепления к столу потому что вот здесь вот у нас будут ворота до прорезаться канава вот здесь центральная можно было и где-то не знаю закрепить здесь по углам но мы еще обходили же вокруг вот так вот фрезами обходили вокруг и мы закончили вот этот вот радиус видите подрез на радиусе вот этот вот вот этот подрез чтобы радиус не конфликтовал с плитой мы его подрезаем где-то на ну буквально на полмиллиметра и тогда в контакт вступает только прямые линии значит по наружу закончили и также с этим монтажом мы можем обрабатывать вот эти вот будут тут излишки вырезаться да вот здесь и вот в этих трех местах так что эти струбцины они нам сверху не особо нужны вот такое крепление а сейчас я зайду сзади и покажу наше сидение седло вот для этого блока там есть такие упоры которые за закручены прямо в паз станка вот мы сейчас справа от станка сзади с правой стороны в общем видите вот эти массивные упоры они тоже каленые я сделал их на всю катушку из моей любимой стали как я говорил и видите они таким замком ходят в паз вот там снизу да ну мертвые в общем упоры сделал шикарные на всю катушку сделал даже вот здесь вот радиусик внутри чтобы не треснули в общем эти упоры их просто невозможно сдвинуть с места они просто мертвые и а справа вон там просто упор приключен прикручен к столу что же массивный такой ну вот она в центре массивный он держит гнездо с правой стороны но главное вот эти два упора по иксу по горизонтали очень такие мощные не знаю взял да сделал вот такие вот помощнее каленые и пошлифовал их точно как мог там до соточки в общем вот такие дела сейчас покажу такие же поменьше на нашем простом станке значит станок включим после вкусом дальше работой и пойдем на ручной глянем быстренько также глянем вторую половину от варенья вот такие же упоры похожие как на большом чипу у нас на маленьком чипу этом на бридж спорте или ручном этом тоже каленые такой же принципы в общем пошлифованы точно в этот паз вот сюда они плотно заходят и пошлифована также чтобы выставлять плиту по иксу быстренько толкнул ее долги и до упоров и и прижал вот они наши параллельки струбцинки лежат давид тут сверлил толкатели на этой плите который сейчас обрабатываю какие дела вот наша фрезочка идет полосочками сначала она проходит продольными полосками а потом пойдет вертикальным зигзагом этим видите там стружка красная аж вылетает сталь подкаленная не самая не самая легкая сталь для работы поэтому я не открываю воду потому что получается шок для победита и по-моему он выкрашивает но сколь я пробовал всегда почему-то у меня обламывается приза если я начинаю открывать воду в общем она идет где-то сейчас полтора миллиметра как я говорил интересно даже не замечал врезание двигается двигается стол вот думаю что такое должна была уехать давно она по центру стоит интересно ну ладно пойдем посмотрим вторую половину вот она наша красавица уже половинка первая уже и гравировочку сделали вот она наш интернетовский сайт здесь по-английски должно быть вареники равиоли написаны равиоли плейт да 38 а вот здесь по-русски жаль не знаю украинского можно было еще по-украински вот здесь вот место есть пустое слева можно было еще по-украински да по-белорусски написать уже чтобы никому было не обидно так что вы белорусы украинцы может мне подскажите не знаю напишем или нет но вот эти два места вот это место и вот это пустое можно было и написать или церковь церковь какую-то здесь нарисовать может быть или какой-то ландшафт так сейчас расскажу как мы ее резали значит заметьте пацаны уже начали полировать ее эту половинку и обрабатывали и обрабатывали мы ее конечно самым первобытным способом первая фреза это была вот такая ну что ты как вот резкость наводить а вот это на четверть круга срезанная это первая была обдирочная вторая была вот такая вот распущенная наполовину тоже с радиусом полтора миллиметра и закончили мы уже пришлось разориться купили вот такую а где она в бане ну что тут уже а вот она купили уже фабричную фрезу на 6 миллиметров четверть дюйма с радиусом видите на ней уже точный радиус 4 пюре и ей уже закончили все все пола можно сказать пол закончили и закончили вот этот радиус радиус так 60 полтора миллиметра радиус на каждом уголочке там видите да везде радиус чтобы приятного руководства вот так выглядит эта половинка значит на ней уже просверлена вода вот эти три отверстия справа это сквозные для воды для охлаждения ну и все ножки уже сделаны вот они ножки сейчас я наклоню камеру может быть вон они ну еще может радиусочек здесь сделаем вокруг уже вручную может быть вот так вот надо еще на компьютере глянуть что я там нарисовал вот вот фриза наша продолжает рыть эти вертикальные зигзаги теперь уже все 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 хоть и шведская сталь, вроде бы компания шведская на твердых включений было на поверхности предостаточно вот здесь сверху, потому что мы сняли эту акалину, еле-еле сняли там, ну буквально четверть миллиметра было твердых включений полно, а сейчас пошло дело помягче, поглубже помягче сейчас я ее на встречу поставлю ок, не буду надоедать вам монотонными показами, но это интересно я стоял бы и смотрел вот так значит вот машина уже делает какие-то звуки неприятные завалилась надо, наверное, уже подтачивать наверное, я ее остановлю ну и вроде урезанный блок, у меня уже красная стручка прет ну ладно, наверное, все на этом спасибо, до свидания